Практика установки в черте города специальных урн для сбора собачьих экскрементов не нова. Подобными урнами оснащены многие европейские города. В Венспилсе подготовительные работы по этому проекту начались в прошлом году. Жители Венспилса высказывали претензии, что в городе нет специальных урн для сбора собачьих экскрементов. Мы провели опрос, где их разместить. Жители высказали свои пожелания, и мы их обобщили, приняли во внимание. И на данный момент установили 22 урны. 16 ярко-оранжевых емкостей установлены в левобережье города и 6 в Парвинти. Прежде чем остановить выбор на данной конкретной модели урны, Комиссия по развитию города дала задание специалистам комбината благоустройства рассмотреть и оценить различные варианты. Мы проанализировали, как они выглядят в натуре. Потому что одно – дело, как они смотрятся на картинках в каталоге, а другое – понять, как они покажут себя на практике. Проанализировав, стало понятно, какой образец практичнее и удобнее и более подходит по дизайну. Урна оснащена специальными пластиковыми мешочками для сбора экскрементов, на которых изображена схематичная инструкция. В пачке 50 штук. Обслуживать урну очень просто. Специальным ключом урну отбираем и вынимаем ящик. Видим, что в нем оставлено. Многих волнует вопрос, как часто урна будет опорожняться, не будет ли она распространять неприятный запах и собирать полчищу насекомых. Хозяева собак в Венспилсе в основной своей массе народ дисциплинированный и за своими питомцами убирают добросовестно. Здесь и дети гуляют, и своим детям неприятно, когда они приходят все выпочканные, безусловно, это очень удобно. И сюрприз, конечно, шикарный. Теперь уже смотришь, такой яркий свет, и ходишь и ищешь взглядом, где этот мусорник находится. Не выходить из дома без пакетика в кармане у бывалых собачников – это уже на уровне рефлекса. Тем не менее, накладки возможны, и новые урны позволяют чувствовать себя увереннее. Еще один плюс – ты постоянно дома ищешь этот пакетик, где бы его спрятать, где его положить, где его взять. А здесь уже ты знаешь, что у тебя есть пакетики, и спокойно пользуешься. С пакетиками, которыми оснащены урны в первые дни после их установки, в отдельных местах происходили странные вещи. Они исчезали буквально вмиг. Не хочется сказать, что их воруют, но находятся люди, которые без надобности их просто выдирают, выбрасывают, и, возможно, следующему, кому пакетик действительно необходим, его уже не достанется. Есть надежда, что со временем урны станут делом привычным и перестанут быть объектами для шалости. Хозяева собак, в свою очередь, обеими руками поддерживают новшество. Я думаю, все это оценили положительно. У любого можно спросить, все скажут, что это хорошо. Мы все рады и довольны, что у нас стоит во дворе такой ящичек. Во-первых, это очень дисциплинирует всех владельцев, потому что, знаешь, можно сказать, что нет мешочков, нет с собой ничего. А здесь уже есть мешок, подошел, взял, и если один это сделает, следом делают второй. И очень удобно расположен. Он как раз расположен на пути, где у нас обычно гуляют. Собак у нас очень много в районе, и все они гуляют вокруг, вокруг это самое. Вот на середине тропинки стоит этот ящик. Урны по городу расположены продуманно, там, где наиболее активно происходит выгл собак. Не исключением стал и сад Ренте. Емкости установлены как на территории парка, так и на поступах к нему. В саду Ренте не запрещено гулять с собакой, но, разумеется, за животными необходимо убирать. Урны наполняются, и на данный момент выбранные места для их установок себя оправдали. Выбор был правильным. 22 урны – это немало. Однако в городе еще достаточно мест, куда они, как говорится, сами напрашиваются. Будем смотреть по обстоятельствам, по необходимости. В бюджете на следующий год запланированы средства, и если будет такая потребность, установим еще. Специальные урны для сбора экскрементов значительно упрощают им эту задачу.